А вот теперь игра действительно уже началась. Шрек и Лич Гоголь, друзья, столкновение интеллекта в битве и эрудиции. Я призываю всех самых умных, самых начитанных, рудированных, всестороннеобразованных слушателей звонить Алексею Полякову. Всех остальных, пожалуйста, к Илье Савельеву, потому что нет никаких сил терпеть эту социальную несправедливость. Почему? Умные выигрывают, а глупые проигрывают, действительно. Нет, Илья, было бы оно так, я бы согласился бы. Да откуда? 728-71-71, код Москвы, 495. Кто у нас сегодня за сношение со студией отвечает? А Ксения. За сношение со студией? Политически. Мне кажется, Света против. Я-то ладно. У меня жена против, и Света. Нормально. Я так понимаю, что мы сегодня, Ксюша, не уходим. Мы сегодня без твиттера, что ли, играем, да? Сегодня без твиттера? И в прошлый раз какая-то история с твиттером странная случилась, непонятно. Не выявилось там победителя, люди занимались непонятно чем, но не отгадывали. Ладно, ну что ж, вы сами себя наказали, лишили себя дополнительного шанса гарантированно получить футболку и возможность сыграть в Шрека Ильича Гоголя. А многие ради этого дозваниваются не один месяц. Да, ну как это можно сделать, если вы по хэштегу Шрек Ильич Гоголь в одно слово первый отгадываете максимальное количество правильных ответов, то вы получаете и футболку, и вот право играть. Вот такая вот штука незамысловатая. Ну что ж, тогда... Молодец. Да. Алло. Алло. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Александр. Самара. Александр из Самары. Александр, выбирайте, с кем будете играть, у вас сегодня есть такая возможность. Давайте с Алексеем. С Алексеем. Александр, а вы к себе в полной мере относите все те слова, которые я произнес, когда призывал слушателей звонить в мою команду. Вы эрудит, интеллектуал? Ну, в какой-то мере. А в какой? Это важно. Маленькой. Мы все тут в какой-то мере. Ну, много читаете, вот так вот? Не, к сожалению, пара восемь не удается читать много. Так, хорошо. Историю в школе хорошо учили? Ну, уже работал двух. Четыре? Ну, твердое. Что-то давно школу закончили? Да, давно. А фильмы хотя бы, смотрите, фильмы, сериалы, звезд шоу-бизнеса, помните? Да, да, да. Да, да, да. Да, 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 да. Ладно, давайте попробуем. Готовы? Давайте. Готов. Поехали. Ну, кто у нас сегодня откроет? О, господи, это одно из имен дьявола. Смотрите, с каких букв начинается. Двухколесное транспортное средство с педалями. То ли дьявола, то ли одного из... Лу-кипет. Да, его первые три буквы, возьмите. Вэл. Вот. Ничего. А смотрите, в ЮАР был такой музыкальный инструмент, бесячий, всех раздражал. Как он назывался? На чемпионате мира. Голос Карпина. Сейчас, секунду. Ну, такая труба вот эта вот, которую там даже... О, дело, да? Вот, вот. А теперь вот эти две информации свяжите в одно слово. Известное имя, вы все с ним сталкивались. Да, не на слуху. Вел. Вел. Ну? Вел. Вел, вел, вел. Нет никаких, да, ассоциаций? Нет, никак. Это хорошо. К чему нужен этот бестиарий? И вот самое, мне интересно, ты написал, Люк, да? Нет. Нет? Это кто-то из наших милых девочек. Саш, не расстраивайтесь. Я так понимаю, ты в прошлый раз тоже его объяснял, да? Да, я пытался. Хорошо, отправляется обратно в шляпу. Начало так себе скажу. Че уж там. А вы на 5-5-3-3, друзья, присылайте. Прям напрягите фантазию, мозг, креатив. Присылайте на 5-5-3-3 варианты фантов. Потому что нас вот в понедельник обвиняли, что фанты стали какие-то скучненькие. Нас бы и можно было бы обвинить, если бы они напрямую не зависели от вас. Поэтому 5-5-3-3 в начале маяк присылайте то, что проигравший ведущий будет исполнять в эфире понедельника. Алло. Алло. Здрасте, как зовут вас? Павел. Павел откуда? В Подмосковье, Клин. Из Клина? Или из Клина, как правильно? Вообще из города Высоковск. Из города Высоковск, правильно. То есть жители Клина или Клина называются высоковчане. Правильно. Молодец, отлично. Ладно. А, ну то есть это какой-то город рядом, да, с Клином? Да. С Клином, наверное, с Клином. Хорошо, Павел, а чем вы занимаетесь? Работаю. Гениально. Браво. А кем? Монтажной металлоконструкции. Человек производства и делаете все своими руками? Стараюсь. Горжусь вами, Павел. Давайте играть. Давайте. Поехали. Итак. Из Гори от ума. Фу, Гори от ума. Этот, как его... Грибоедов. Нет, я перепутал. Который мертвые души, вот. Гоголь. А главный герой? Главный герой мертвые души. Ну? Главный герой мертвые души, ну? Как его звали? Когда вас ножичком в подъезде, что вас делают? По чикали. Ну? Чи? Я не могу. Чи, 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 чи. Зачем ты взял и людям отдал первый слог просто так? В смысле? И слово по чикали, изъел первый слог и назвал его. Так. Ну, он сказал. Почикали вам? Хорошо. Ну, вы сделаете из слова по чикали мужскую фамилию. Иванов, Петров, Почиков. 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 Нормально. Нормально. Хорошо. Спасибо, Паша. Илья, что-то вы все видоизменяете, вы изменяете правила. Почему? Ну, прозвучал слог где-то там. Ну, и нормально. Вторым. Ты его взял, называешь с чего... Так я хотел повторить по чикали. А почему начал со второго слога повторять? Хотел сказать чипо кали. Я тебя просто перепутал. Да, да, я понял. Алло. Алло. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Сергей, 30 лет. Строим термоядерный реактор. Ох, ничего себе. А где-то так, в свободное от работы время вы это делаете? Или у вас работа все-таки такая? Да нет, работа такая. А где вы его строите, Сереж? Да дома, все на балконе. Во Франции. В смысле, во Франции? Ну, в прямом смысле. Это международный проект. А, сейчас вы просто в отпуске дома? Или вы из Франции звоните? Не, из России. Мы же тут работаем. А, вы из России строите атомный реактор? Что-то забрасываете просто. Ладно. Скажите, у вас минутка. Есть по предыдущей теме, хотел сказать. Ну, очень коротко. Утка пекинская есть. Вот в Пекине был, там они делают ее, вообще едят все. Вот, то есть, клюв, лапы, крылья, кожу, мозг, ваза, все подряд. Безотходно там, да. Безотходное производство. Клюв не понравился, честно. Клюв понравился? Не, не понравился. Ну, твердоват немножко. Тяжело жевать. И выходит в тюрьмы. У него необычный. Все понятно, Сергей, принято. Сереж, готовы? Да, готов. Поехали. Так, 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 так. По его... Его штаны во все стороны равны. Теорема известная есть. Правильно. Продолжаем. Актер известный, не могу сейчас, буду очень долго вспоминать, где играл. Зовут как Гагарина. Юрий. Так, есть такой самолет из двух букв. Где играл-то? Нет, 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 нет. С последней буквы алфавита начинается, да. Я? Ну, да. Юрий Яковлев. Верно, все правильно. Так, муж Валерии, наш Шрек который. Зовут как Сталина. Иосиф. Ну? Еще раз, поставите. Муж Валерии, продюсер известный, называют его Шреком еще. Зовут как Сталина, вы сказали, Иосиф. Иосиф. Рогозин. Вот только нет, другое, комплимент такой. Ой, ты моя красивая. Ой, ты моя... Эм... Какая? Ну вы близко, близко, близко были, близко. Ну, что же. Не следит человек, который строит атомные реакторы за шоу-бизнесом. И можно его понять. Мне тоже было не очень интересно. Мне было бы гораздо интереснее, как там все ураном печки топить. Алло. Алло, да, здрасте. Здрасте, как вас зовут? Максим, Подмосковье, Подмосковье. Полное Подмосковье. Максим. Так, а чем занимаетесь Подмосковье в своем? Ну, занимаюсь на границе Москвы и Подмосковье. А вы, по-моему, нам дозванивались, нет? Он был как-то, Кристиану Слейтера отгадал. Кристиану Слейтера отгадали. Ну, то есть человек подкованный уже, да, все наши лютые правила знаете, что надо быстро думать. Мы не всегда быстро соображаем, но вы отгадывать должны быстро. Ну, да. Все это помню, помню. Ну, все, тогда играем чуть-чуть времени. Поехали. Так, что у нас тут? Ёлки-палки. Мне кажется, это какой-то производитель то ли автоматов. Я даже, честно, не знаю, хотя к моему стыду. Хорошо. Помните, группа такая была, которая пела песню It's the end of the world? It's the end of the world, and we know it. Кто это пел? Ремингтон? Это первые три буквы начала фамилии этого человека. Ремингтон? Молодец, спасибо. Это что, он винтовки делал, да? Да, винтовки. Я угадал. Вот. Так, это, мне кажется, татарский какой-то герой. Они с пересветом сошлись. Или не татарский, да, татарский. С пересветом они сошлись. Челубей. Челубей, молодец. Я себя... Татаром-онгольский. А вот эта вот актриса, по-моему, она итальянская, состоит из трех букв, ой, из трех слов. Второе слово, как вот самая распутная наша певица, старая очень. Ну, ладно. Распутина? Нет. Есть еще распутник. Еще будет? Слушайте, спасибо большое за Челубей и Ремингтоном. А мне даже прямо интересно. Ремингтон сейчас, они почему-то еще и фены производят. Не знаю, та же ли контора, но известная марка фена. Ну, а что там, приклад нормальный уже разработанный. Давайте паузу сделаем, а то вернемся. Шрек и Лич Гоголь. 18 часов 20 минут столицы. Друзья, продолжаем Шрека и Лича Гоголя, а вы продолжаете на 5533 прислать варианты фантов, которые проигравший ведущий будет исполнять, унижаясь в эфире понедельника. Алло. Добрый день. И вам того же. Как вас зовут? Павел зовут меня. Павел, вы откуда? Из Томска. Так у вас глубокий вечер, если вы из Томска. Ну да, да, да. Уже через 40 минут магазин все закроют. Вот какая у вас отсечка. Быстрее играйте, меньше слов, не надо меня спрашивать. Паш, все равно, а чем в Томске занимаетесь? Сейчас вообще слегки еще, а вообще строитель. Строитель руками или строитель в глобальном смысле? И руками, и инженер по-сякому приходится. А большие дома строить или коттеджики? Ну, и тебе пока одноэтажные построил. А, нормально, что, пристроите еще. Паш, вы человек широких познаний в разных сферах? Ну, хотелось бы думать. Имен много знаете? Ну, да, да, достаточно. Имен много, конечно. Я не знаю, не знаю, не знаю, вспоминать мне сразу. Ну что, готовы? Степан. Да. Давайте проверим, поехали. Кто придумал пистолет? Он сделал людей равными. Вот американский пистолет у ковбоев. Как называется? Марка, Марка, Марка. Нет, нет, нет. Вот они все ходили, шестизарядник или семизарядник. Вот до всех дуэлях. Револьвер. Нет. Как зовут автора, который придумал? Прям есть. А он сделал людей... Бог придумал людей, а он сделал людей равными. Вот этот персонаж. Хотя бы... А, зачем похоже? Ну вот, смотрите, собака есть. Такая шотландская собака. Она была очень популярна одно время. Овчарка. Как вот называется эта марка? Лесси. Нет, 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 нет. Лесси, а... Коли. Вот. Ну? Первые три буквы те же. Четыре даже. Ку-ку. Ну? Ку-ку. Самый известный американский ковбойский пистолет. Кто производитель? Ну, вы же сказали, первые четыре буквы такие же, как в этой собаке. Ну, Пашенька! Это мы еще к имени не приступали! Спасибо! Вот это лихо, я чувствую, сегодня будет. Ну, это же известный. Ремингтон угадали, а это нет. Ну, как так можно? Причем мы отгадали оба. Я тоже не очень был уверен в том, что я объясняю. Хэштег Шрек Ильич Гоголь в одно слово. Это Твиттер. Ребят, там можно прямо вот в любой момент присоединяться и успеть выиграть, потому что, как видите, не шибко, ловко отгадывают люди по телефону. А если вы выиграете, если вы первые дадите максимальное количество правильных ответов, то получите как минимум футболку, а как максимум право играть первым, правда, с проигравшим, но в следующую пятницу в Шрек Ильича Гоголя. А что нам еще нужно сказать? Да ничего, надо уже все... 5-5-3-3, в начале смс слова «Майок», присылайте сюда свои фанты, которые проигравшие будут в понедельник исполнять. Как можно было не угадать этого человека? Так, берешь просто одну букву из мозга стираешь и все, и мучаешь тебя. Алло! Алло! Здравствуйте, как вас зовут? Денис. Денис, знакомый голос? Да! Да! Не отгадываете ничего, Денис? Хорошо! А вы вы точно знали предыдущего, кого я пытался объяснить? Я не сомневался почему-то у вас. Да, но для тех, кто слушает профилактику часто, тоже Дениса, наверное, узнали, потому что вы наш постоянно слушает. Да, Москва, покупаю! Покупаю, все, перепродаю, да, втихаря, чтобы другие не знали, да? Конечно! Все, Денис, давайте тогда играем. Кстати, ну, я вас первый узнал, так что не надо здесь никакого саботажа. Поехали! Денис, просто объяснять надо как-то. А, сразу претензии. Хорошо, путешественник. Есть такая фирма... Федор Конюхов. Нет, нет такой фирмы. Есть такая фирма, они делают... А, собственно, майка на застежке так называется, знаете? Майка на застежке, на трех пуговках такая. Майка на трех пуговках с воротником так называется, мужская. Она носит как бы имя этого путешественника, почему-то так вот совпало. Отлично! Я себе даже представить, майка на трех пуговках с воротником. Идиоты на лошадях носятся с палками, играют с мячом. Как это называется, вид спорта? Пола. Пола. Это путешественник. Ральф Лорен, господи. Да нет, Пола, фамилию отгадал. Денис, молодец, браво. Осталось отгадать имя этого человека. Ральф Лорен. Да не Ральф Ролен, Пола. Ты же отгадал, Пола. Это фамилия этого человека. Ральф Пола. Пола Лорен. Да не Ральф. Молодец. Денис, не надо, я тебя умоляю, пожалуйста. Пола. Имя, имя Пола. А-а-а, ты сам ввел в заблуждение. Да, ну ты вообще красавец, я тебе... Нет, можно, но так вот филигранно это сделать. И повеселил, и вывел. Красота, Денис молодец. Алло. Алло. Здравствуйте, как вас зовут? Виктор. Виктор, а сделайте радиоприемчик потише. Убрал. Виктор, вы откуда? В Москве. Виктор, вы чем занимаетесь? Служащий. В госслужащий или в органах служащий? Нет, в банке. А, в банке. Я прям даже боюсь представить, что сейчас будет. Ну мы Коли отгадывали там, Пола отгадывали. Да, да, надо было про почтовую сказать. Почтовая, почтовая. Ты с нами? Или кто-то мимо просто... Да, да, да. Я имею в виду про Марку. А, точно. Конечно. Молодец какой. А вы, я смотрю, там угадываете нормально. Сидите, злитесь на дозвонившихся. Ну да. Вить, у вас есть шанс как бы исправить. Ну, по крайней мере, мое положение, если я не буду тупить. Готовы? Я в прошлый раз отправлял. Ну давайте еще раз. Поехали. Его дворец Востанкино. Это известный такой деятель, он театр из скрипостных сделал. О, Господи. Аэропорт, аэропорт! Шереметел, Шереметел, Шереметел. Как кто он, кто он потит? Правильно, правильно. Да, 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 да. Дятел такой из мультфильма, он идет так. Вот как это так. Идиотский мультфильм Продятла. Продятла мультфильм. Адятел, мупикер, Господи. Да, как зовут, как алимы. Води, води, води. Да, какой ты молодец. А, смотрите, призрак по-другому как называется? Гост. Нет, призрак, по-другому есть слово. Когда вот является не призрак, то... У Преедения, Преедения. Да, какой? Правильно. Я вырываю вперед. Из, 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 вот был дядя Федор, был кот Матроскин. И кто с ними еще был? Собака. Шарик. Откуда? Ой, Господи. Как называлась эта деревушка? Молочный продукт такой есть. Протоклажина. Правильно. Правильно. Не успел. Не успел, но нормально. Конечно, поймал. Виктор. Красавец. Поймал отвечающего и давай доить его. Давай из него тянуть. Натянул вот четверых. Алло. Вуди Вудпекер. Мне кажется, так Вуди Вудпекера еще никто не озвучивал. Такой смертельно больной Вуди Вудпекер был. Последний смех Вуди. Алло. Алло. Пожалуйста, говорите громко, внятно, думайте быстро. Я вас умоляю. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Максим. Максим, вы готовы дать бой? Да. Поехали. О, боже мой. Это американский, один из отцов-основателей вот американской нации. Он на 100-долларовой купюре. По-моему, на 100-долларовой. Ну, что там за рожа на вас смотрит со 100-долларовой купюре? Я забыл. Как забыл? Был французская, это как ее, денежная единица была. Как она раньше была? Вот до евро. До евро. Француз. Кто? Фентамир Француз. Молодец, умница. Так. Певец, ну как певец, русский такой шансонье в Америке, живет с усиками. Зовут его... Вилли Токарит. Вилли Токарит. О, неожиданно, быстро. Такой, знаете, друг черного плаща, тоже утка. Зак Макряк. Молодец! Да ничего себе, что вы говорите! Так, так, так. Боже мой! Из... Ааа! Нет! Новости! Извините. 18 часов 35 минут в столице Шрек Ильич Гоголь продолжается как-то накаляется атмосфера в студии сейчас зачитаю одну смс потом возьмем возьмем трубку это прям вот вам всем уважаемые слушатели от еще одного нашего слушателя уважаемым назвать его не могу вы что до такой степени дебильны что на всю страну говорите кто какую часть трупа животных съел все животные не еда вам все вернется где оправдание ваших мерзких жизней недоумки позор маяку то есть знаете человек защищая животных все наши жизни просто вот прям нивелировал и их ценность и их смысл и прочее 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 трудно вам живется трудно вам либо это первая научившаяся писать смс-ки белка тогда я понимаю когда я понимаю ее эмоции и понимаю почему людей она не любит а за животных ступается но из белгородской области может быть позор маяку позор маяку интересно где это белка нашла радио где-то в дупле в дупле ладно продолжаем играть то я играю по-моему алло здравствуйте здравствуйте как вас зовут евгений новосибирск евгений новосибирск у нас прям география что-то сегодня прям расширилась жень вы чем занимаетесь ремонтирую домофоны ремонтируете домофона вы как называется инженер как как правильно назвать это слово просто мастер по обслуживанию мастер по обслуживанию вот жень сколько вам лет двадцать семь у вас хватает время читать книги смотреть фильмы слушать музыку сумасшел знаешь сколько домофонов ломается бывает вот же то что я вроде бы вроде бы только-только начал отрываться от ильи и мне этот гандикап хочется увеличить с вашей помощью готовы вот жень соберись женщин я соберусь и ты соберись гандикап наверно развеселила поехали кто тут у нас это актриса я не помню где она играла зовут как 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 кого так зовут как хотченкову например или на нет подождите она да 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 фамилия вот в сладкое в чай кладут что да только первая буква не с а ее звонкий аналог захарова правильно кто она где наиграла господи основатель социологии и гнев я убью человека кто это кто это написал невозможно его объяснить не никому не то чтобы вам евгений они кому по частям может смотрите императив кого был вот и был философ то ли немецкий только австрийский известный из четырех букв у сноуборда вот кромка как называется вы не представляете мнение вы даже не расстраивайтесь его бы не смог там илья объяснить это да ну там на вы мне еще одну букву и это было только имя потом надо было файл кто кто это ты написал нет это у меня жена написала молодец умная жена она там таких вещей написал что многие вычеркнул потому что мы бы вот тогда точно здесь на два года с чаем засаживались бы отгадывали то либо очень долго пришлось бы объяснять этого человека что ли отгадывал я имею ввиду просто что почему это прошло редакция это я сказал оставить потому что ничего страшного в этом нет это легко легко можно описать и отгадать да ладно хорошо про надеюсь именно он тебе сейчас достанет очень смешно когда хочет вы будут вручать оскара и на сцену предлагая приглашается елена ирина галина светлана фамилия глухая аналог буквы з аллах здрасте как он зовут это параллантом иллюх здорово саня это аллера тоже привет привет от какой-то блат уже мне кажется илья идет на любые ухищрения чтобы выиграть здравствуйте нет мой друг дозвонился я честно никакого блата не было да 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 знаю я правда случайно дозвонился никакого блата не но он правда часто звонит просто первый раз дозвонился саш знаешь как зовут основатель социологии ну так может быть между делом я знаю что оао как помогают кусочек борта да 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 но там я думал ты скажешь про императив сайт подожди я не кусочек борта ладно саша готов ты нет но так чтобы вы остались друзьями после этого розыгрыша поехали саня твою дивизию это два брата из гарри поттера какие то я не знаю я не считал зовут его как дерста из линкин по из лимбискет дёрста из лимбискет помнишь как звали да фред второго брата зовут как буша фред и джордж фамилия у него у этих ребят а как вот знаешь что свинья как делает по-настоящему не хрю хрю а когда ее режут вот реально внули в универе да молодец потом ураган нет потом после увидите идет звонкий аналог буквы с как леша любит выражаться мы с вами в университетом а в конкурсе а вот это вот основатель социологии первая буква первая тоже говорил да да а потом по немецки август как будет Кавгуст! Кавгуст? Ты думаешь, это Саша? Он твой друг? Не, не, не. Сань, ты в баню сегодня пойдешь? Нет, сегодня в баню не пойду. Какой же ты мне друг после этого? Все, до свидания, бывший друг Саша. Как ты угадал Рона и Фреда Уизли? Во-первых, оторвать бы губы и пальцы тому, кто написал их туда. Ну ладно, пошли по второму, как бы, пулу героев Гарри Поттера в нашем шоу. Алло! Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Николай, Подмосковье, Подмосковье. Чем занимаешься? Торгую лекарствами. О, это полезно. Хорошими, правильными, нужными? Правильными, нужными. Цену не задираешь? Нет. Надеюсь. Никогда. А кроме торговли лекарствами, хватает времени еще на что-то? На самообразование, на развитие, на музыку, на композиторов, на книги? На музыку не хватает, на все остальное хватает. Это хорошо. Это ты хорошо работаешь, раз на все остальное хватает. Готовы? Готов. Поехали. Кто это? Писатель написал «Трое в лодке, не считая собаки». Жером-жером. Правильно. Так. Господи. Муж Валерии. Продюсер. Пригожин. А как зовут? Как Сталина? Ёлокер. Верно. Это, наверное, тоже актриса. Я не представляю. Зовут как Водянову? Как Шорох? Как Шорох зовут? Как Варлей. Варлей как зовут? А, Наталья. Наталья. Вот на пальме что растет? Орех? Какой? Ну, какой Маршал? Известный. Нет? Не успели? Ладно. Ну все, уже поздно, уже поздно. Я забыл же рассказать. Я хотел, спасибо большое, Николай. Хотел рассказать о ньюсмейкинге. Начните в Яндексе вводить, я не знал, что так возможно, что люди так воспринимают название «Трое в лодке, не считая собаки». Вот «Трое в лодке» и, по-моему, с этим, ну, следующие буквы не «Не», а «Ни». Очень много запросов «Трое в лодке, не считая собаки». Книга, фильм, скачать, читать онлайн. «Трое в лодке, не считая собаки». Вот так многие думают произведение называется. А у меня, кстати, есть подозрение, что они там специально выводят смешные результаты. Нет, там прям много онлайн, читать, скачать, вот прям вот. «Нищету и собаки»? Да, «Трое в лодке, не считая собаки». Надо было скачать, потому что это реально прикольное произведение. Его написал «Джером, Джером, 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 Джером». Так, что я хочу сказать? Вот нам пишет «Богохульники, побойтесь Бога, зря вы подняли тему про животных». «Бога нет, успокойтесь, нам некого бояться». Алло! А это тот же самый человек продолжается? Нет, там другие, там сейчас целая волна поднялась. Извините, что мы про животных всё отбиваемся. Слушайте, ну, если у вас нет мозгов, ну что делать? Пойдите, купите на рынке. Алло! Алло, да. Здрасьте, это я не вам ни в коем случае. Тем более, человеку, с которым никто только что играл. У вас же есть мозги, всё нормально? Да. 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 Алло, сделайте радио. Алло, ладно. Да, как вас зовут? Алексей. Алексей. Алексей, откуда вы дозвонились? Из Иваново. Из Иваново? А в Иваново чего? Подождите, вы по-моему играли с нами тоже, я помню вас, да? Нет, нет, я не играл. Просто кто-то из Иваново играл. Ну, вас же там, согласно поверию, больше, чем два мужчины. Ну, конечно. Да, ну, потому что там всё, Иваново, город невест, но уже, по-моему, не город невест, уже там всё это… Ну, да, уже сравнялось. Мужички уже оккупировали эту территорию. Ну, что же, Алексей, давайте играть, чего? Чего время тянуть? Поехали! Так. Написал «Москва петушки». Так. Как зовут эхо Москвы дяденька Кудрявый, главный? Ерофеев. Что ещё раз? Вы что-то сказали, мне кажется, правильное. Ерофеев. Ерофеев. А зовут его Ерофеева как? Виктор, Виктор. Нет. Вот фамилия мужичка Кудрявого с эхо Москвы. Главного редактора. Главного редактора. Да. Хорошо. Ээээ… Как ещё… Чем вы подметаете пол? Хорошо, прости меня, Ерофеев. Венеоним. Вене… не Венеоним… Вене… не Венеоним… Ещё есть слово, которое похоже на веник, правильно. Имя. Записывает речь, человеческую речь. Что записывает, прибор? Магнитетон? Нет. Ау. Когда у человека непонятно, что он говорит. Это что, плохая что? Диктофон. Вот. Ну, диктофон мы отгадали. Нужно ли это было после этой игры? Непонятно. Спасибо, Лёш. Спасибо. Друзья, 5533. В начале смс слово «Маяк». Присылайте варианты фантов. Сейчас мы очень быстро ещё круг сыграем и будем подводить итоги и выбирать тот самый фант. Алло. Алло. Как вас зовут? Максим. Откуда? Чехов, Чехов. Чехов, Чехов. Чехов, Чехов. Сейчас достану. Макс, чем занимаешься? Инженер. Инженер в какой отрасли? Снабжаем. Максим, мало времени, поэтому давайте сразу к игре. Готовы? Ну, да готов. Да поехали, Чехов. Так. Это, по-моему, шотландский, шотландский такой народ, ну, существующий персонаж. Зовут его, смотрите, орган, царь зверей кто? Лев. Вот у него орган, который кровь качает по телу. Как называется? Сердце. Вот, ну, чьё сердце? Львиное сердце. Львиное сердце. А как звали? Правильно, по-моему, был где-то... Не суть, ладно. Опять из Гарри Поттера здоровяк был такой огромный. Читали Гарри Поттера? Нет, только в госпитале. Подгузники самые распространённые как называются? Хаггидс. Правильно, первые три буквы отсеките. Первые. Не, первые прям в тупую, прям три буквы от Хаггиса. Возьмите первые. Хаггидс. Правильно. Майн писатель. Известный писатель. Майнридс. Правильно, Хаггид, прозвучало. Так, это что-то... Ничего не прозвучало. Почему? По отдельности прозвучало. Хаггидс. Правильно, правильно, я же говорю. Не суть. А чего? Ты сам так делаешь. Хагг прозвучало, ритм прозвучало. Нет, я не согласен в корне, но есть федерация, она сидит у меня за спиной, сейчас девчонки сами будут решать. Можно? Чего? Быстро произнесите алфавит А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, О, П, Г. Ты так сделал с этим самым? Все прозвучало. Сделал так со слогом в середине. Слушай, если у тебя есть длинные волосы, это не значит, что надо истерить, как девчонка. Играем по-честному. У нас есть федерация, она все решит. Алло, как вас зовут? О, здравствуйте. Здравствуйте, извините, что про женщин заговорили и вы почему-то дозвонились. Вот я о чем. Меня зовут Надежда, я из Москвы. Так, Надежда, это очень символично, потому что я вижу, сколько у Полякова бумажек. И ваше имя как-то меня... Я постараюсь не подвести, но давайте как-то вместе будем работать. Я буду тоже очень стараться и вас не подвести. 5533, последний шанс прислать варианты Фанта, которые кто-то будет исполнять. Нужно прислать Фант. Вы готовы, Наденька? Да, конечно. А вы где сейчас, вы за рулем или где? Я нет. Не за рулем, то есть вы можете сосредоточиться на игре? Я стараюсь очень. Ох, ну попробуем, у нас последний шанс. Поехали, поехали. Так, что нам достается? Философия его была... Третья буква алфавита, это начало его фамилии. Я просто не помню, какое философское течение у него было. На Новый год что приносит в дом? Подарок. Ёлка. Нет, ёлка, вот по-моему, по-мужски такая здоровенная. Ель. Ель. А теперь смотрите, свяжите, это третья буква алфавита, а в конце ель. Ель-гельм какой-нибудь? Нет, нет. Три-четвёртая буква алфавита, извините. Обсчитался. А-а-а, я всё же. Гель, гельмон. Гель, ну в конце, ну вот первое вы сказали, потом ещё раз повторите это, а потом будет ель. Гегель. Молодец. Так, что это у нас такое? А, это художник эпохи Возрождения, его звали как одну из черепашек-ниндзя, хотя они все там были. Рафаэлла. Рафаэль. Рафаэль, молодец, Рафаэлла, видимо конфеты их хочет. Боже мой, основатель социологии, ну быстренько скажите. Сори, сори. Правильно. Сори? Гель для душа, и был в столе. Правильно, гель для душа, через кеглю, я не знаю, как-нибудь. Вот, вот. Спасибо вам. Спасибо вам. Быстренько осталась минута, мы закончили, друзья, подводим итоги. Со счётом 11-8 побеждает Алексей Туреков. Чуть-чуть не дотянули. Так, а фант какой? Я же писал вам фанты, скидываю вам фанты. Вы чё там занимаетесь? А чё там? Я написал фант, чтобы нам прислали фант про разговаривать с вымышленным попугаем. Ну, давай. Можешь сделать весь мир? Хорош выходной, можешь? Ну, знаешь, попугай. Субтитры сделал DimaTorzok